МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во вторник все, кого тревожила тема новой кнопки безопасности, собрались на авторынке «Зеленый угол», чтобы решить. А вот что именно решить, не знали даже сами собравшиеся. Из толпы то и дело слышались противоречивые лозунги. Отменить систему, поменять условия или дать хоть какую-то разъясняющую информацию. Многие просто пришли высказать накопившиеся за несколько месяцев эмоции. Я продал свою старую машину, заработал, добавил, денежки купил. И сейчас машина моя стоит в Японии. Я не могу ее везти. Они все говорят, что там покупатель олеворуки. Ну хорошо, у меня нет такой зарплаты, чтобы взять себе машину официального дилера от 2 миллионов. Без работы останутся очень многие. И перевозчики, и карапорты. Порт останется, там тоже люди. И автомойщики, и те, кто здесь эти машины охраняет. И грузоперевозки, когда машины отсюда уходят на запад. Это не так мало людей, это много. Я купил автомобиль в декабре месяце. И сейчас он стоит до сих пор на таможне. 300 рублей в день, счетчик на него, ну, оплата автомобиля в день. Установить кнопку я нигде не могу. Никто, этой информации нигде нет. На встрече решили лишь одно – объединиться в общую группу в WhatsApp для дальнейших действий. О каких – пока неизвестно. К слову, такая же неопределенность и разобщенность видна и в петициях, которые подписывают переживающие за свои автоводители. В интернете люди создали несколько обращений сразу. Отправляют их адресатам или нет, отследить невозможно. Но сами автовладельцы говорят, что прошения остаются безответными. Иначе как объяснить, что они до сих пор не знают, получат ли их транспортное средство ПТС или нет? От государственных структур нет никакой информации. Вся, так сказать, информация из соцсетей. Кто-то там написал где-то. Между тем, оснащение автомобилей «Эроглонас» или системой быстрого реагирования при авариях задумывалось государством в благих целях. С помощью этой системы сотрудники всех спецслужб рассчитывают оперативнее реагировать на аварии и, как следствие, спасать больше жизней. Многие автовладельцы саму идею безопасной кнопки поддерживают. Люди борются не за отмену. Люди борются за то, чтобы наше правительство дало нормальные разъяснения, каким образом люди должны устанавливать данную кнопку на свои автомобили, привезенные за границы. В первую очередь пострадали владельцы поддержанных иномарок. Ведь в других странах подстраиваться под российские законы и выпускать машины с системой ГЛОНАСС никто не собирается. Поэтому заморский транспорт не может пройти сертификацию на нашей родине. И с начала января находится в таможенном плену. Некоторые автомобили клиенты захотели забрать, то есть они оплатили пошлину в полном объеме, все сборы таможены. Но автомобиль они забрали на эвакуаторе, фактически использовать они их не могут, ввиду того, что не выдается таможне ПТС. Закон о нашумевшей кнопке вступил в силу 1 января 2017 года. И гласит, что любой автомобиль, везенный в Россию или произведенный на ее территории в этом году, не получит ПТС, если владелец не оборудует свое транспортное средство кнопкой безопасности. Но уже второй месяц ситуация находится в подвешенном состоянии. Главная проблема в отсутствии какой-либо официальной информации по этому поводу. Автовладельцы возлагали свои надежды на сотрудников таможни и ждали встречи с ними, как манны небесной. Вот только те, в свою очередь, провели закрытый брифинг с прессой, по результату которого четких ответов, как действовать и что дальше никто не получил. Но уведение не меняет порядка осуществления таможенных операций. На это я обращаю особое внимание. По-прежнему автомобиль можно задекларировать по любой из установленных законов форм, совершить в отношении него необходимые операции и выпустить в соответствии с заявленной таможенной процедурой. Таможня работает по определенному алгоритму. Автомобиль поступает на российскую границу и находится на складе временного хранения. В это время владелец в лаборатории сертификации оформляет свидетельство безопасности транспортного средства, на основании которого таможня выдает ПТС. Только после этого ГИБДД регистрирует автомобиль и ему официально разрешено передвигаться по дорогам России. Сейчас же во главе этой инструкции встала «Эра ГЛОНАСС». Машине, не оборудованной такой системой, свидетельства безопасности не выдадут. А значит и дальнейшие действия автоматически становятся недоступными. Выдача паспортов транспорта не является таможенной операцией. Она не регламентирована таможенным кодексом. ПТС выдаются таможенными органами на основании совместного приказа МВД России, Минпромэнерго России и Минэкономразвития России. За всеми разъяснениями по теме ГЛОНАСС и выдаче СБКТС сотрудники таможни посоветовали обратиться в Минпромторг. А кто и должен адресовать? Сами импортеры? Ну, видимо, да. Мы до Минпромторга не могли дозвониться в течение двух рабочих дней. Активистам в этом плане повезло больше. Правда, результатов никаких. Минпромторг с себя также снял все обязательства и перенаправил автовладельцев в московский офис Эроглонас. Активисты дозвонились и до них. Ответ был банально простой. Ну, мы не придумали еще такую кнопку. Ищите у нас на сайте. Если мы ее сделаем, значит мы ее сделаем. Если мы ее не сделаем, ну, значит ее никогда не будет. К слову, раньше автовладельцы поговаривали, что можно будет дооборудовать везенные в России на марке, что называется, на месте. И уже потом получить заветный ПТС. Но, как выяснилось, ни завода, ни компании, которая могла бы это сделать, на Дальнем Востоке и даже в России пока нет. Любые компании, которые предлагают сейчас установить оборудование, ну, скорее всего, это обман. Как только будет отработан процесс установки, подключения и выдачи свидетельств, полагаю, после этого мы начнем устанавливать. Но когда это будет, можно только гадать. А пока в отношении дооборудования сотрудники таможни дали недвусмысленный комментарий. Порядок выдачи ПТС на такие автомобили после дооборудования данной системы на данный момент отсутствует. Все эти вопросы не входят в компетенцию таможенных органов и должны быть непосредственно адресованы Министерству промышленности и торговли Российской Федерации. В добавок по закону, после самостоятельной установки ГЛОНАСС не факт, что система будет работать. Потому что сигналы она начинает пилинговать только после краш-теста, который в обязательном порядке должны устраивать производители автомобилей. Для этого они, кстати, подвергают авариям три новые машины. Без краш-теста система не подключится. Между тем, сотрудники таможни отметили, что с начала этого года они уже оформили более тысячи автомобилей без установленной кнопки. Но это тот транспорт, на который успели получить СБКТС еще в 2016-м, до вступления закона. Также таможенники сказали, что на их складах только порядка 400 пленных иномарок. В то время как, например, в Японии скопились уже десятки тысяч. В Японии все стоянки, порты и склады забиты, потому что очень много автомобилей было куплено в декабре. И их не успели вывезти в 2016-м году, а в 2017-м просто пока нет смысла их вывозить. ГЛОНАСС охватила жителей всего Дальнего Востока. К активистам из Приморья подключились жители Камчатки, Сахалина, Якутии и Сибири. Это часовые пояса у всех разные, а проблемы практически одни и те же. Моя машина простаивает в Японии, я не могу вывезти, я оплачиваю стоянку в Японии. И мои деньги просто неизвестно, уже более месяца в замороженном состоянии я теряю. Самое страшное в этой ситуации, что мы никто ничего не можем сдвинуть с мертвой точки. Пока обеспокоенные владельцы поддержанных иномарок пытаются достучаться до правительства и что-либо изменить, в официальных дилерских центрах в продаже уже появились автомобили этого года, оснащенные Эроглонас. Производитель понес существенные затраты на установку и внедрение этой системы экстренного реагирования в автомобили, но на стоимости автомобиля это не отразилось. Некоторые противники Глонас признавались нам, что тестировали систему сами и результатом остались недовольны. Я ради интересного просто тыкнул, они ответили только на следующий день. Что у вас там? Да я уже умер, все, меня уже нет. Мы протестировали тоже. То ли нашей съемочной группе улыбнулась удача, то ли автолюбитель приукрасил действительность. Это неизвестно. Ответа диспетчера мы ждали всего несколько секунд. А сейчас мы протестируем систему вызова экстренных служб. Как бы быстро не реагировала кнопка, ситуация с ее установкой на поддержанные иномарки спустя полтора месяца после принятия закона яснее не стало. От неизвестности тема Глонас обрастает все новыми домыслами водителей. Сейчас поговаривают, что без эры не оформить европротокол и не получить выплаты по ОСАГО. И что через два года подобной кнопкой потребуют оборудовать все автомобили без исключения любого года выпуска. Не исключено, что хотя бы на эти вопросы автомобилистам ответят во время грядущего митинга. Ирина Мокрецова, Инна Щедрова, Андрей Макаров, Игорь Болтов. Новости на восьмом.